МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа новости рынков в Сайфсе и Маркетс. В студии наш финансовый аналитик Дмитрий Лукашев и журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, первый вопрос хотелось бы задать. Сейчас в США подводят итоги 100 дней правления Трампа. Расскажите, как это повлияло на рынки развивающихся стран, ну и конкретно России? Действительно, это важный этап, потому что Трамп не совсем обычный президент. Он победил благодаря достаточно мощной такой предвыборной программе, которая оказала существенное влияние на рынки и на американскую экономику. В частности, основной фактор, чисто экономически, это, конечно же, снижение налоговой нагрузки. Оно достаточно существенное. Мы об этом достаточно подробно рассказали в предыдущем обзоре рынков. А сейчас мы хотим поговорить о влиянии первых 100 дней, вообще победы Трампа и всей этой истории с его экономической программой, конкретно на индексы развивающихся стран, и российские в частности. Ну, здесь вот таблица. Мы можем отметить, что практически все индексы выросли. Конечно, чуть меньше, чем развитые, но тем не менее, вот индекс КАСПИ корейский, почти 13%, индийский Сенсекс 9,2, вот, два индекса, то есть нормальный рост продемонстрировали. Ну, китайский индекс гонконгской биржи Хансинг, там, немножко меньше. Вот, и шанхайский индекс, в общем, он даже оказался в минусе, но это, в общем, в основном из-за особенностей, там, торговли за юаней акциями, то есть там есть некие ограничения, не будем на этом, как бы, останавливаться. Просто вот отметим, что, в общем, все развивающиеся фондовые рынки продемонстрировали рост, вот, фронт Трамп с Викторией, то есть с момента победы Трампа, за исключением, вот, Бразилии и российского индекса, которые меньше 2% выросли, в общем, что достаточно слабый показатель. Но на Бразилию, скорее всего, сказался импичмент президент. Ну, скорее, не импичмент, а новый президент, который пришел с новой экономической программой, и, к сожалению, вот она пока не оправдывает ожидания инвесторов, там, свои проблемы. Вот, но, в общем, ситуация в чем-то схожа вот и с нашей, как бы, российской, потому что, конечно, рынки отстают. То есть вот российский рынок сильно отстал в динамике и от западных рынков, и от рынков развивающихся стран. Давайте подробнее рассмотрим динамику индекса МВБ. Ну, тут видно, вот, большая свеча здесь, это вот как раз избрание Трампа и мощный последующий рост индекса МВБ на ожиданиях того, что, в общем, отношения двух стран улучшатся, и, в общем, это будет не только, как бы, с точки зрения политики, но и с точки зрения экономики. В общем, рынок отреагировал достаточно позитивно, но, как мы видим, вот с начала года, вот эта часть падения, вот, обострение в Сирии, вот, некие разногласия по поводу, там, украинских событий и прочего, и вообще риторика Трампа достаточно такая сдержанная по отношению к России, и не самая главная страна для Америки она оказалась, вот, и, соответственно, все это вызвало падение индекса МВБ, но в последние вот несколько дней мы наблюдаем, что он начал расти, то есть, все-таки считается, большинство инвесторов стали считать, что вот эта такая риторика, скажем, сдержанное отношение Трампа к нашей стране, оно вызвано в большей степени тем, что были другие неотложные дела во внутренней политике, отношения с Китаем и так далее, а все-таки российские дела отошли на потом, на второй план, но они, как бы, возобновятся и все улучшится, вот, по крайней мере, мы видим, что индекс вот начал немножко оживать. Хорошо. Дмитрий, а мы можем поговорить об акциях российских компаний? Конечно, здесь имеет смысл более подробно рассмотреть ситуацию, которая складывалась вот с основными акциями, и мы хотим обратить внимание вот за последнюю неделю, что на рынке происходило, то есть, это вот столбец изменений за пять дней, и ряд компаний даже превысил рост самого индекса, то есть, они оказались достаточно в хорошем таком состоянии, ну и, соответственно, есть такие компании, которые продемонстрировали динамику хуже индекса, то есть, хуже рынка. Дмитрий, ну, список интересный, а давайте рассмотрим, ну, конкретную компанию, Аэрофлот, ее акции, стали люди больше летать или что-то еще? Действительно, Аэрофлот продемонстрировал достаточно хорошее повышение в последнюю неделю, в основном этому способствовало отчетность. За 2016 год компания смогла заработать почти 39 миллиардов рублей чистой прибыли по сравнению с убытком в 6,5 миллиардов годом ранее. Выручка возросла на 19%, почти 500 миллиардов сумел Аэрофлот получить. Соответственно, выручка превысила пассажиропоток, он увеличился почти в два раза меньше, на 10%. В основном это произошло за счет роста международных перевозок и валютных тарифов. И, соответственно, вот такие хорошие показатели, они способствовали росту котировок. И можно отметить, что не только прошлый год оказался удачным для Аэрофлота. Данные вот за январь-февраль этого года тоже, в общем, внушают оптимизм. Пассажиропоток вырос на 14%, причем в феврале там тоже как бы рост был почти 13%. То есть, судя по росту акций, инвесторы рассчитывают, что этот год будет не хуже прошлого, и, в общем, все будет хорошо. Ну, здорово. Но я вижу, что, конечно, неплохие показатели. А вот скажите, а увидим ли мы бриллианты в рост? Ну, конкретно это наша компания «Алроса». Что с ней? Ну, «Алроса» тоже дорожает. Действительно, компания показала хорошие финансовые результаты. И, в общем, причина роста ее акций похожа на Аэрофлот, то есть, это отчетность. И, кроме этого, обещание выплаты больших дивидендов. По МФСО «Алроса» обещает выплатить почти половину чистой прибыли. Соответственно, это будет около 15 миллиардов рублей. И, в общем, достаточно высокая дивидендная доходность ожидается. На акцию может быть около 9 рублей дивиденд. Это намного выше уровня 2015 года, там где-то 2 рубля было. То есть, инвесторы могут получить достаточно хорошую доходность дивидендную. Ну и, в общем, опять-таки, показатели первого квартала. «Алросы» внушают оптимизм по поводу ее развития и финансовых показателей уже в этом году. В первом квартале компания увеличила на 9% добычу сырья и смогла добыть около 9 миллионов каратов бриллиантов. Это достаточно хороший такой показатель. И выросли и технические алмазы производства, и ювелирных. И, возможно, что выручка составит в первом квартале порядка 1,3 миллиарда долларов. Хорошо. Да, достаточно неплохо. Дмитрий, а вот еще такая вот... Хотелось бы спросить вопрос. А как вот биржевая активность сказалась на акциях самой московской биржи? Ну, тоже здесь мы видим неплохое достаточно повышение на графике акций московской биржи. Действительно, денежный... Оборот денежного рынка вырос почти на 23%, валютного рынка на 19%. Это произошло вот в прошлом месяце. И, в общем, действительно, достаточно активно инвесторы стали торговать. И особенно вот тоже хороший рост там в корпоративном секторе облигаций, то есть региональных. Там рост почти в два раза. Вот. Больше двух триллионов рублей. И, в общем, такое вот увеличение оборота позволяет предположить, что компания уже в этом году, вот в первом квартале, в втором квартале сможет продемонстрировать хорошие финансовые показатели. И, кстати, тоже я хотел, говоря о московской бирже, сказать о том, что она, в общем, собирается торговать почти все майские праздники, кроме 1 мая, 8 и 9. То есть торги будут производиться, и мы будем держать вас в курсе событий. Хорошо. Ну, хорошо, акции московской биржи выросли, я вижу, благодаря корпоративным новостям. А есть ли еще какие-то компании, которые дорожают на фоне внутренней информации? Да, действительно, не все котировки растут на уже свершившемся факте публикации отчетности. Некоторые, типа Фосагра, дорожают благодаря тому, что какие-то внутренние события позитивные происходят. В частности, вот Фосагра очень удачно разместила корпоративные валютные облигации. Спрос превысил в три раза предложение, и почти 70-80% инвесторов оказались иностранцами. То есть очень мощный спрос был зарубежный на евробанды Фосагра, и доходность была ниже 4%, и это даже доходность ниже, чем выпуск, который был последний, вот 4,5 года назад, это 2012 год. А несмотря на все вот эти риски, несмотря на падение цен на нефть и так далее, вот весь негатив, доходность размещения оказалась ниже, чем в то время, когда, в общем, экономика была более стабильной. То есть, как мы видим, корпоративная информация может влиять на настроение инвесторов очень сильно. И можно тоже отметить, что достаточно перспективы, то есть привлеченные вот эти инвестиции, они могут быть вложены в развитие производства, и хорошие перспективы иметь в плане роста производственных показателей в будущем. Можно даже отметить, что вот тоже парадокс, но по версии агентства СНП рейтинг корпоративный ФОСАГРа превышает рейтинг Российской Федерации по надежности, да, вот считают, что так вот, ух ты. Ну и кроме этой компании тоже вот я еще мог бы отметить рост котировок Русава, который произошел на фоне того, что вот подорожало алюминий на 8% в первом квартале. Вот, то есть не только отчетность влияет, но и вот всякие корпоративные события. Да. Ну, Дмитрий, а есть акции, которые отстают в росте? И в чем их общность? Или как-то вот... Ну, действительно, если мы посмотрим динамику вот последней недели, у нас есть компании, которые немножко, в общем-то, отстают, но в первую очередь это, опять-таки, как уже отмечали, это вот потребительский сектор и вот строительство. То есть то, что доходы населения у нас пока вот не радуют. То есть видим, что немножко хуже динамику демонстрируют М-Видео, Магнит, Дикси, вот группа Пик. К сожалению, да, они, возможно, выстрелят, когда начнут расти доходы. Ну и еще можно отметить тоже вот Уралкалий. Немного понизились его акции и отстают в динамике от остального рынка. Это, ну, это в основном, по моему мнению, происходит из-за того, что достаточно наблюдается сильная конкуренция с Беларусь-Калием. Раньше их сбыт обеспечивала единая белорусская калийная компания. Потом они решили, в общем-то, прекратить совместное вот это сотрудничество по поводу сбыта, и, возможно, там немножко какая-то конкуренция появилась. А сейчас вот последняя новость. Вот Беларусь-Калий построил новый рудник в Туркмении, который будет добывать там порядка 1,4 миллиона тонн удобрений и, в общем, станет конкурентом каким-то вот для... Понятно, понятно. Дмитрий, ну, погода на улице радует. Улучшается, скоро лето. А оказывает ли смена времен года на сырьевые рынки? Ну, действительно. Рассмотрим график замороженного апельсинового сока. И видно, что практически весь зимний период, вот начиная там с начала зимы, он дешевел. То есть, видимо, зимой сок пить не очень хочется. А с наступлением теплых дней цена стабилизировалась и вот демонстрирует какие-то такие признаки роста. Но кроме, конечно, такого, скажем, сезонного фактора, на это влияют и прогнозы. Прогнозы снижения урожая апельсинов в апельсиновом штате США, Флориде, то есть там ожидается, что урожай в сезоне 2016-2017 год, то есть в текущем сезоне снизится примерно до 119 миллионов стандартных ящиков по сравнению с предыдущим сезоном 2015-2016, когда он был почти 142 миллиона ящиков. А вот урожай в Флориде в отдельном штате, в основном, как производители, сократится с 82 миллионов до 67 миллионов стандартных ящиков. То есть такое вот снижение. И запасы. Запасы уже замороженного сока сейчас вот на 27% ниже прошлогоднего уровня. То есть все вот это вот прогноз сокращения урожая и запасов, он может повлиять, вот поднять котировки сока. Дмитрий, просветите, прозвучала единица товара, стандартный ящик. Что это такое? Это такая, да, мера в США. Стандартный ящик, видимо, исторически так сложилось, который может поднимать и переносить стандартный американский мужчина. Но его вес равен 90 фунтов, это примерно 41 килограмм. Такой вот исторический экскурс сохраняется в биржевой торговле США. Понятно. Ну, погода хорошая, апельсиновый сок дорожает. А плохая погода может влиять? Ну, как ни странно, но плохая погода также влияет таким образом, что товар дорожает. Вот, в частности, вот мы сейчас рассматриваем график пшеницы, видим, что тоже достаточно последние два дня наблюдается повышение цен на пшеницу. И в основном это вызвано как раз плохой погодой. И вот на Среднем Западе США там дожди сейчас идут, а в Европе в ряде стран производителей пшеницы наблюдается засуха. То есть плохая погода тоже играет на руку биржевым инвесторам, игрокам и так далее. Касаясь пшеницы, можно отметить, что вот в прошлом году Россия стала лидером по ее экспорту, то есть вывезла почти 26 миллионов тонн пшеницы, обогнала даже Канаду, у которой там 22 миллиона тонн, и США 21 миллион тонн. То есть мы лидируем не только по экспорту нефти, но и пшеницы, что, в общем, очень даже неплохо. Тем более, что вот в этом сельскохозяйственном сезоне, который начинается с июля по июль, вот считается сельскохозяйственный сезон пшеницы, вот, значит, с начала этого сезона по 24 апреля российский экспорт увеличился на 5,7%, ну, в натуральном выражении. То есть возможно, что и по итогам года наша страна сохранит лидерство и даже, может быть, увеличит объем экспорта пшеницы. Ну вот это в натуральном выражении, а в денежном, к сожалению, вот не очень это все хорошо. На днях глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что в денежном выражении доходы от экспорта могут сократиться. То есть в прошлом году они составляют 17 миллиардов долларов, то в этом году они могут составить только 14 миллиардов долларов. Он это объяснил как раз негативным влиянием снижения курса рубля. Вот нынешний курс 55-56 рублей за доллар влияет таким образом, что доход уменьшился на 3 миллиарда долларов. Ну, может уменьшиться. А оптимальным уровнем валютного курса министр сельскохозяйства назвал 60-65 рублей за доллар. Так что можно делать какие-то выводы. А не повлияло на это введение больших ввозных пошлин на пшеницу Турции? Как вы думаете? Ну, конечно, это, в общем, для рынка негативный сигнал. Потому что даже не в том плане, что именно пшеница, а просто это же зерно. Зерно может быть заменено другим зерном, там рисом, допустим, или кукурузой, или еще чем-то. Соответственно, цена пшеницы снизилась после заявления Турции. Но сейчас вот по неофициальным таким вот слухам, неофициальным источникам, в общем, на рынке есть такое мнение, что все-таки Турция как-то смягчит свои вот эти пошлины, и как-то вот ситуация может нормализоваться. По крайней мере, вот когда котировки дорожают, рынок вот закладывается на то, что не только плохая погода, но и вот какая-то нормализация торговых отношений России и Турции тоже может способствовать росту цен на пшеницу. А кто основные покупатели пшеницы у нас, нашей пшеницы? Куда мы ее везем в основном? Ну, да, Турция, Египет, то есть такие страны, которые сами, в общем, мало производят. Но в целом можно отметить, что практически большинство азиатских стран, они являются вот покупателями. То есть достаточно широкий диапазон, потому что основные страны-экспортеры, их фактически только вот США, Канада, Евросоюз, Россия, Украина, и, в общем, больше и нету. То есть не так много стран, которые могут обеспечить вот такие потоки. Дмитрий, а в двух словах, вот куда бы вы рекомендовали бы вообще вложить какие-то сбережения сейчас, особенно на фоне вот федерального займа? Ну, во-первых, я считаю, что акции федерального займа это не так уж и плохо. Если, конечно, верить в то, что российская экономика будет стабильной, потому что если не верить в это, то альтернативы, в общем, покупке валюты не существует. А если рассматривать, что все-таки у нас будет все хорошо, то, конечно, это вот эти облигации, а также акции крупнейших российских компаний – «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть», вот сейчас ВТБ очень хорошо смотрится. То есть достаточно много есть таких вот… Ну, в основном, конечно, это фондовый рынок, да, крупнейшие российские компании. Спасибо большое. Ну, на этом наша передача заканчивается. С вами были новости рынка в Сайфсе и Маркет. В студии был финансовый аналитик Дмитрий Лукашев, журналист Сергей Кудряшов. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова